Сегодня у нас тема выбора партнера. Существует ли твой или не твой человек? Или мы сами ищем, к чему придраться к партнеру, так как нас тянет на невротические отношения? Но, к сожалению, когда отношения невротические, то твой – это любой партнер, который заставляет тебя переживать, страдать, который обижает тебя, унижает тебя, тот, который исчезает, не звонит, тот, за которым ты бегаешь и так далее. Человек, который вынимает из тебя эти детские переживания, и ты его за это любишь. В этом смысле он, конечно, твой. Я тебе больше скажу, ведь многие в неудачных отношениях винят партнера, а проблема вообще не с ним, проблема только с тобой, потому что ты же его выбираешь, он не твои родители, он не твоя данность, это твой выбор. К сожалению, люди этого не понимают и думают, что вот, ну, как бы с ним не повезло. Вы всегда можете соскочить, когда вы чувствуете, что вам некомфортно, что вам плохо, но неврот это такая проблема, при которой вы не только не соскакиваете, а вы туда, так сказать, еще больше углубляетесь, потому что этот человек заставляет вас переживать вот эти страдания, и именно за это вы его и любите. Розетта. В одной из передач вы говорили, что при выборе партнера не надо руководствоваться в первую очередь чувствами, которые проходят, а думать головой, насколько он к тебе подходит. Тогда брак будет крепким. В другой передаче вы советовали не выбирать по принципу партнера и решить мои проблемы, но мы ищем в партнере как раз то, что не может быть без него. Возможно жить вместе, разговаривать, иметь детей, более эффективно и решать материальные задачи, быть более устойчивыми социально, психологически и так далее. Жить одному без детей недостаточно, устойчиво материально и социально, это проблема. Поясните, пожалуйста, что значит решать свои проблемы за счет партнера? Что значит при выборе партнера мешают чувства? И как удовлетворить свой запрос на любовь без вреда для крепости отношений? Во-первых, я не помню, чтобы я говорил, что партнера надо выбирать головой. Я обычно не люблю такие идеи. Но может когда-то в молодости был неправ. Это Розетта, да? Розетта был неправ. То, что перечисляет Розетта, это и есть ущербные инвалидные отношения. А именно она пишет, без партнера нельзя, да, родить детей. Катя, я тебе скажу по секрету, можно легко родить от кого-то детей и дальше воспитывать ребенка самой. Женщина может. Мужчина ей нужен только для этого процесса. Дальше он ей может быть и не нужен. Что она дальше пишет? Материальные. Какие у нее там проблемы? Разговаривать ими детей более эффективно решать материальные задачи. Быть более устойчивым в социально-психологическом. То есть получается, что Розетта, как к сожалению большинство женщин-тере невротиков, видит в мужчинах, был такой анекдот. Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения в советское время. Потому что можно было уехать из СССР, женившись на еврейке, понимаешь? Вот точно так же рассуждает сейчас Розетта, что мужчина не роскошь, а тоже, видимо, средство достижения целей. Почему? Я как бы неверно себя чувствую материально, да? Я выхожу замуж, уже увереннее себя чувствую. Мне скучно с собой. Выхожу замуж, уже есть с кем пообщаться. А так у меня вообще может друзей не было. Ну и так далее. Я считаю, что это отношения, где люди просто решают проблемы. Это не про любовь, это не про романтик, это не про счастье. Это про то, что у меня есть какая-то куча проблем, набор проблем, вообще какие-то проблемы. И сама я что-то не тяну их решать. Ну, например, гвоздь прибить, да? То ли дело, когда есть мужчина. Уже становится как-то все легче. Ну вот такой подход у Розетты, да? А в чем ее вопрос? Что значит решать свои проблемы за счет партнера? И что значит при выборе партнера мешают чувства? И как удовлетворить свой запрос на любовь без ряда для крепости отношений? Для того, чтобы удовлетворить свой запрос и любить кого-то, надо сначала любить себя. Просто так, ни за что. Только тот человек, который может любить себя не за свои достижения, не за свои амбиции, не за свой статус и другие добродетели, а просто так вот он, ну любит он себя. Потому что он это он. Он и к другим будет так же относиться. Он будет любить просто так других людей ни за что. А то, что пишет Розетта, она пытается, как бы, вот он мне нужен для этого, для этого, для этого, и как бы из-за этого, что я его буду любить, потому что он дает мне разговоры, он дает мне, видимо, стабильность материальную, детей и так далее, и как бы и по совокупности того, что он мне дает, я ему отвечаю любовью. Но, наверное, так можно, я этого не понимаю. Конечно, Катя, если мы будем формализовать наши чувства, да, то ты можешь про своего парня сказать, что я люблю его, потому что он мне дает двоеточие и дальше перечень. Наверное, это так, но ты же так не думаешь, это ты уже, когда пытаешься рационализировать свои эмоции, пытаешься, как бы, формализовать их, да, понять, а что я к нему чувствую и почему я к нему это чувствую. На самом деле, он тебя просто цепляет, он тебе нравится, ты чувствуешь потребность в общении с ним, этого достаточно. А что за этим стоит, ну, наверное, какие-то вещи там комфортные или некомфортные, ты будешь их анализировать и так далее. Но я считаю, что вот это первое чувство, оно должно быть, ну, как бы ни на чем. Это вот та эмоция, бессознательная, непонимаемая, неформулируемая. Вот просто ты это чувствуешь. Но ты в школе влюблялась? Возможно, да. Вот, понимаешь, когда ты волнение начинаешь испытывать, да, ты же не думаешь, я волнуюсь, потому что я чувствую, что когда мы закончим школу и, например, поженимся, он стабилизирует мое материальное положение, и я буду с ним разговаривать. Так же никто не говорит, правильно? Вот сохранить это детское чувство, даже если оно, ну, там я сказал, нельзя неправильно, да, все равно. Ты знаешь, в одном из анонсов моей лекции было написано, что жизнь дает тебе тех людей, не которых ты хочешь, а которые тебе нужны, но тебе это может не понравиться. Вот в этом смысле мы получаем тех партнеров, в которых мы испытываем потребность, даже невротическую. Но это, да, это не всегда совпадает с нашими рациональными представлениями. Но зато, ты знаешь, мы испытываем вот эти чувства, главное, ничем не сравнимые, правда? А что ты будешь сидеть, скучно перебирать? Давай в левой строчке напишем плюсы, да, в правой напишем минусы. Ну и что с этим счастьем делать? Ничего. Марина, в последнее время все большее число людей при построении отношений с партнером выставляют личную жизнь на всеобщее обозрение, имея в виду в социальной сети. От первых свиданий до интимных подробностей семейной жизни. По фотографии и статусу можно сложить подробно биографии человека. Порой даже жених с невестой выкладывают фотографии из ЗАГСа в соцсеть, сразу же после регистрации брака. На ваш взгляд, какова мотивация этих поступков? И говорит ли это об их открытости миру? Хороший вопрос, ты знаешь? Ну ты что-то в Фейсбуке любишь ковыряться? Ну, не в Фейсбуке не очень, в других соцсетях, да. А в каких ты любишь? Мне просто интересно, куда молодежь ходит? Инстаграм, ВКонтакте. ВКонтакте это же... ВКонтакте уже, ну, менее, но сейчас Инстаграм... Инстаграм, да? Да, популярно. Куда, собственно, все-все и выкладывают. Да, да, да. Смотри, давай разделим. Значит, одна категория людей, они коммуникабельные. Они вот так, как написано, открытый миру, и у них прямо жгучее желание поделиться своей жизнью со всеми. Есть другая категория людей, не уверенных в себе. Они как бы показывают фотографии о том, как у них все замечательно и классно, потому что им нужно подтверждение и одобрение других людей, даже включая чувство зависти, которое укрепляет их позицию внутри себя. То есть, когда они получают эти знаменитые что? Лайки. Лайки, правильно. Они как бы чувствуют себя на коне. Я тебе скажу больше, потому что те люди, которые все это размещают про свою жизнь и свои фотографии, они таким образом, может, самооценку свою поднимают. Понимаешь, у нас все классно. Вот смотри, а тут мы на Багамах, а здесь мы на яхте, а здесь муж вот машину новую. Они же это делают. Нет, но есть люди, которые категорически против всех этих соцсетей. Зачем выкладывают, не нужно, на всеобщее обозрение. Они уверенные в себе люди, получается? Я тебе более того скажу. Человек, у которого есть своя личная жизнь полноценная, у него нет времени на соцсети. Он и телевизор по этой же причине не смотрит. Он даже в кино редко ходит, потому что у него своя насыщенная, интересная жизнь. Понимаешь? А когда в жизни появляется пустота, то ты сразу идешь в социальную сеть, ты сразу включаешь сериал, и тебе это все становится интересным. Почему? Потому что тебе показывают другую жизнь, а компенсирует отсутствие твоей жизни. Вот так я думаю об этом. Большинство у нас молодых людей не любят выкладывать. Но вот девушки. А ты считаешь, что молодые? Ты зря. Ты зря. Я думаю, что люди в возрасте тоже балуются. Нет, я говорю, молодые люди в плане мужчины. А, молодые люди, ты знаешь, что они молодые, а сколько, что они не женщины? Но все девушки любят, не знаю, ну многие, по крайней мере, сфотографироваться в зеркало или еще чего-то. Ну конечно. Слепаков даже написал очень негуманную, такую некрасивую песню, которая девушка без рук не может сделать селфи. Есть у нее такая вообще не смешная на самом деле. Цинично. Да, да вот, вот, видимо, это девичья. Он именно вот это угадал, да, что это девичья все-таки история. Не юноша без рук не может сделать селф, а именно девушка. Ты знаешь, я думаю, что женщины, они в большей степени своей оценки зависят от одобрения окружающих. И когда я работаю, и сегодня приходил твой брат в студию и сказал, Михаил, скажи ты про эти шесть правил, да. И ты знаешь, вот я, конечно, скажу про эти шесть правил, но я тебе хочу сказать, что женщины, тем не менее, даже вот исповедуя эти правила, да, они все-таки более зависимы от мнения окружающих. Я, например, рассказываю женщине для того, чтобы она приняла свою самооценку, что она должна научиться хотя бы за хлебом выходить, не накрасившись. Ну, есть такие, знаешь, ну, совсем уже, вот такой, где вообще уже ниже плинтуса самооценка, где вообще вся, вся сама, да даже не самооценка, вот все построено на том, как на нее посмотрели, посмотрит мужчина на улицу, да, и я понимаю, что это надо, что-то делать. Давайте попробуем, ну, не на работу, но хотя бы, если вы просто, я не знаю, мусор выбрасываете, давайте без помады, без мейкапа и даже не причесываясь. Ну, такие мелкие шаги. Но я понимаю, что я с женщиной разговариваю, а не вообще с пациентом. То есть я не думаю, что мне мужчине пришлось бы сказать, а вы можете выйти в тренировочных штанах или вообще в трусах и в майке. Может. Ему не надо к психологу ходить для того, чтобы он научился не смотреть на себя в зеркало, тем, как он выйдет на улицу. И при всем моем желании объединить мужчин и женщин и сказать, что это все люди, да, я отдаю себе отчет, что это разные немножко люди. То женщины, конечно же, ты правильно говоришь, более зациклены на одобрение своей, особенно внешности, что такое все эти ссылки в Инстаграме. Это про как я выгляжу, конечно. Даже если у меня собачка на руках, то она там оттеняет. А вообще это я, конечно. Это мое лицо, моя фигура и так далее. Я, к сожалению, вижу даже среди своих знакомых, девчонок, многих, которые просто на этом повернуты. И они просто каждый день, вот реально каждый день, всеми что-то выкладывают. То я в такой позе сижу на стуле. Вот я уже на стол легла. Это уже зависимость. И я слышал, может быть, это, конечно, фейк очередной, фейсбуковский, что американские психиатры считают, что это уже похоже на психическое расстройство. Это излишнее выкладывание себя, вот это селфи и выкладывание этих селфи в Инстаграме. Это когда уже ту матч, да, то они считают, что это на грани психического расстройства. То есть реально зависимость от лайков. Уже ничего, видимо, с этим не сделаешь. Девочки, они такие. Какие подводные камни есть в выборе партнера иностранца? Какие плюсы в том, что для одного из двух язык общение неродной? Как правило, женщина выходит за иностранцев, а не мужчина женится на иностранцах. Понимаешь, да, что это не одно и то же? В любой почти стране это так. То есть в России, в частности, в основном речь идет, конечно же, о женщинах. Женщины, вот то, что мы сейчас обсуждали с тобой, мы переходим в другую тему, они все-таки опять же здесь отличаются от мужчин. Например, они зависимы. Они зависимы. И им легче адаптироваться в чужой стране и чужому языку. Мужчине, как правило, но они тоже разные мужчины, сложнее адаптироваться в чужой стране и в чужому языку, потому что мужчины еще менее ведомы, они ведущие, как правило, в семейных и вообще в отношениях партнерских. И для них это представляет большую сложность. Для женщин это проще. Тем не менее, я тебе могу рассказать, что лет 20 назад ко мне в консультацию пришла женщина, которая вышла замуж за Фина. Финляндия – это одна из самых передовых стран в мире. То есть в отношениях равных прав мужчин и женщин, в отношениях демократии и вообще многих ценностей таких человеческих и демократических, Финляндия там находится чуть ли не в первой пятерке. Ну, Скандинавия всегда этим отличалась, они очень лояльны ко всему, толерантны. И вдруг приходит ко мне женщина, она жила не в Московской области, а в соседней области с Московской. Рыдает и говорит, Михаил, вы не поверите, я тоже думал, что Финляндия – передовая страна. Я выхожу замуж за Фина, и мы мимо Хельсинки прилетаем сразу в финскую деревню, где выходит его мать, прямо в первый же день, смотрела на меня, вынула, зимой дело происходило, вынула из дома валенки, телогрейку, дала мне топор в руки и говорит, иди, дрова кали. Шляпу викинга. Буквально, я только рот открыл, сразу получила от нее по голове, от свекрови. Это мы про Финляндию говорим. А я вообще в городе родилась, я дров никогда не колол, у нас центральное отопление. Как только я стал открывать рот и говорить о том, что я вообще-то, ну, из какой-то семьи интеллигентно, я вообще не понимаю, что тут происходит. Это колодец, это ведра, понимаешь, да? Это Топчан, это Финляндия, то тут мне и муж врезал, говорит, алло, мы уже дома, давай, мы тут все работаем. И она только через год смогла вырваться из деревни, ну, как бы навестить маму, еще не отпускали, да? И она прямо в шоке приехала и говорит, а что делать-то, ну, как разводиться, я вообще боюсь, на что надо возвращаться. Такое тоже бывает, Катя, даже в продвинутых цивилизованных странах. Не все так просто. Маргарита спрашивает, Михаил, я женщина, не замужем, то есть два раза в разводе. Я не могу не быть невротиком, потому что в нашей стране я сталкиваюсь с постоянной и бесконечной проблемой, что я женщина. Если у меня проколото колесо, то я на дороге голосую, 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 и в итоге мне поменяют колесо или помогут только за деньги. Если у меня что-то сломалось, начинается целый танец с бубном около сантехника, потому что он начинает говорить, ой, да у вас тут все вообще, все, просто все сломалось совсем. Просто человек пытается выбить таким образом из меня деньги, да я готова заплатить только, чтобы это не слушать. Но это все превращает меня действительно в невротика. Любая малейшая проблема, которая связана с вызовом каких-то других людей и какой-то помощью, превращается в катастрофу. Я невротик и не могу ничего с этим поделать. Как вы считаете, это объясняет мое поведение, что я вот так нервничаю, вот такие обстоятельства или нет? Хочу сказать большое спасибо за интереснейший вопрос, который не только вас интересует, а 99 людей, тех, кто сейчас нас смотрит. Объясню почему. Вы говорите, Михаил, а как не быть невротиком в такой стране, в таких условиях, еще и будучи женщиной? Давайте я продолжу вашу мысль. Алкоголик говорит, а как не быть алкоголиком, у меня все умерли и один остался. Наркоман говорит, а как не быть наркоманом, я не могу, я не выдерживаю жизни здесь, здесь очень тяжело. В последнее время я вот из-за ковида остался без работы, то есть это психиатрия и психология называется, то, что вы спрашиваете. Психологизация проблемы. Чтобы вас утешить, я приведу еще раз великий пример. Значит, вас напрягает смена колеса, мастер сантехник и так далее. Великий Виктор Франкл, покойный, это знаменитый, один из самых известных в мире психологов, концлагерь прошел. Не сантехника вызвал, вот тот с него деньги попросил, и никогда колесо поменять пытался застрелиться, а просто побыл несколько лет в концлагере. Лет. Ни неделю, ни месяц. И вышел оттуда так, как будто он туда не заходил. В чем, собственно, величие его примера и вся его литература психологическая о, как сказать, жажде жизни, о утверждении жизни и так далее. То есть человек прошел концлагерь и вообще не изменился, с него все отскакивало. Вот настолько у него железный, могучий характер оказался. Я сейчас не о вас, я даже о себе говорю, что вряд ли вот обычный человек такой мог вытерпеть. Это первое. Второе. У вас есть невроз. Вы говорите, Михаил, у меня есть невроз из-за обстоятельств. Но дело в том, что в этих обстоятельствах живет вся страна. И я вам больше того скажу по секрету. Очень многие мужчины тоже, когда они не умеют колесо менять, а поменять батарею не может практически ни один мужчина. Знаете почему? Это требует отключения стояков. Это требует часто сварочных работ. Вы что, думаете, что все мужики прямо у них дома на кухне сварочный аппарат, что ли, лежит? Нет, конечно. И они находятся в той же ситуации. Я еще вам больше хочу сказать. Я вам хочу пожелать научиться все это делать. Не в смысле менять трубы или менять колесо. Поменять отношение к этому настолько, чтобы это не было для вас проблемой. Я вам объясню почему. До тех пор, пока вы каждый раз умираете, когда происходят эти бытовые проблемы, вы становитесь человеком, для которого нужен мужчина, чтобы эти проблемы решать. То есть, ваши взаимоотношения с мужчинами носят, к сожалению, или могут носить утилитарный характер. То есть, вы их типа используете для хозяйственных нужд, потому что сами вы не справляетесь. Не советую. Очень советую научиться самой все эти вопросы решать, без надрыва, без фанатизма, без истерики. Спокойно. Зачем я это говорю? Первое, объяснить, что ваш невроз не связан с тем, что вы женщина в России. И второе, то если вы хотите хороших отношений, здоровых отношений, с хорошим, добрым парнем, вам не надо от него ничего ожидать. А вы ожидаете. Вообще, ну не то, что вы не пишите, мне бы там мужика, а то нет. Вы пишите, вот я как женщина себя чувствую, а я так дальше за вас додумываю. Ну, раз я себя так чувствую, мне бы мужчинку какого-нибудь. Значит, просто не надо в это вникать, во все. Хотите, платите, не хотите, не платите. А как это называется, ангел, там куча служб, которые вы просто платите абонентскую плату, вам приезжают и меняют. Потому что, да, стоять на МКАДе с вытянутой рукой, это бессмысленно, как правило. Но делать из этого проблемы и считать, что я из-за этого невротика, это еще хуже. Поэтому я вам желаю, что вы перестали в этом смысле быть невротиком. Очень может быть, что когда вы все это сможете спокойно делать или платить за это деньги без надрыва, вас отпустят невроз. Дмитрий спрашивает, Михаил, чем больше меняю работ, тем больше убеждаюсь, что все начальники, они невротики или просто сумасшедшие. Орущие, бегающие, чего-то все время хотящие. Иногда очень часто даже врущие. Правильно ли я понимаю, что на руководящих постах 99% это люди с этими проблемами? Ну, не 99%, но процент там серьезный. И я хочу сказать вам вот что. Что у вас есть несколько сценариев. Вы можете сами стать начальником или можете работать на себя, если вас, например, интересует, как от этого оградиться. Это лотерея. Бывает, когда вы нашли работу своей мечты. Это, знаете, мне напоминает такую историю. Знаете, есть работа мечты, которую публикуют в мировой прессе. Ну, например, ищем человека на 4 месяца на Мадагаскар. Зарплата 10 тысяч долларов в месяц. Он должен просто снимать видео с Мадагаскара и присылать нам все. И человек думает, вот оно. Это вот просто на всю жизнь. Такое бывает один раз в жизни. Приезжает, сука, на Мадагаскар, а там аллигаторы портят ему жизнь, как вам начальники. Ему же 10 тысяч не в радость. Как жить с ними он не знает. Он от них бегает постоянно. И одни за ним бегают. И вообще он всю жизнь проводит на Мадагаскаре на деревьях. Крокодилы туда не заберутся. И он думает, ну как же так? Вот куда ни плюнь, везде говно какое-то. Вот казалось бы, нашел такую работу, а опять всякие твари не дают жить. Ну, вот так. А мы едем дальше. Надежда спрашивает, Михаил, очень тяжело, когда представляю, что у бывшего мужа, с которым не живем уже год, появилась новая женщина. Как справляться именно с этим моментом? Это сложный вопрос. Он как бы состоит из некоторых аспектов. Для того, чтобы справиться с этим моментом, надо любить себя. Так как у вас заниженная самооценка, то больно вам от того, что вам кажется, что ваш муж применял вас на кого-то лучше вас. Так рассуждают люди, которые в себе не уверены. И до тех пор, пока у вас не будет своего парня, и не просто своего парня, а что вы к нему так относились, как к мужу, вы будете дергаться. Если, конечно, вы прямо сейчас не скажете себе, так, стоп, я развелась с мужем. Вы же не пишете, как вы развелись, вы ушли, или он ушел. Предположим, он ушел. У меня вопрос. Предположим, ваш муж вас не любит. Но и другой женщины у нее тоже нет. Вам легче от этого будет? Вам вообще нужен мужик, который вас не любит, а живет, потому что ему удобно? Среди моих знакомых есть такие пары. Им уже немало лет, они живут друг с другом просто потому, что неохота делить имущество, разменивать квартиру и так дальше. И если вы хотите так жить, ну, это убогая жизнь. А если он вас не любит, он вам не нужен. Есть у нее женщина или нет, это другой вопрос. Но вам зачем человек, который вас не любит? Вот об этом подумайте. То, что касается другого человека в его жизни. Я понимаю, вы сравнивать начинаете себя с его женой. Может, она моложе, она вам нравится больше, чем вы себе нравитесь. Это все история про низкую самооценку. Вам надо принять себя, во-первых, такую, какая вы есть, во-вторых, перестать сравнивать. Тогда вас отпустят. Вообще не лезьте туда. Потому что, ну, опять, это моя концепция, она касается не только происхождения любви, она касается и происхождения такого рода страданий. Одни люди говорят, что вот я вам рассказываю историю. Я страдаю потому, что у моего бывшего мужа появилась новая женщина. А я скажу, нет, вы страдаете от того, что у вас есть потребность страдать. А как вы это находите? Вот так. От того, что у мужа появилась новая женщина. Не появилась бы, нашлась бы другая причина. Но у вас есть потребность страдания. Надо от нее избавляться. Наталья спрашивает. Михаил, прожили 30 лет с мужем в зависимых отношениях. Нашла в себе силы развестись. Прожили год отдельно, снова сошлись. Через два года муж ушел, сказав, что эти два года жил в аду. Теперь встречается с другой женщиной, а я просто подыхаю. Как избавиться от воспоминаний и тоски? Для того, чтобы перестать подыхать, а начать все-таки радоваться жизни и без воспоминаний и тоски жить, надо сказать себе следующее. 30 лет я видела, что все плохо. 30 лет из-за своего страха я все это дерьмо терпела. Люди себя жалеют именно потому, что они отказываются брать на себя ответственность за свои решения или за отсутствие решений. Но можно год-два, но 30 лет терпеть такое дерьмо, и как вот мне теперь плохо, и я потом с ним опять сошлась. Это настолько в себе неуверенность и настолько, я бы сказал, великий страх, чтобы 30 лет все это терпеть. Вот возьмите прямо сейчас на себя ответственность и скажите. Я не сильно расстраиваюсь, потому что единственное, чем я могу расстроиться, что я это могла сделать 30 лет назад. Почему я это не сделала? Мне было страшно. Знаете, как люди говорят, я надеялась, что все исправится и так далее, и так далее. Реальная причина – это страх. И когда вы возьмете на себя ответственность за свои действия или бездействия, вас отпустит чувство жалости к себе. Оксана спрашивает, Михаил, всегда привязываюсь к людям, с которыми не может быть нормальных отношений. Либо женатые, либо отношения невзаимные. Что делать с этим? Ну, во-первых, понять, что у вас так странно либидо устроено. Вы привязываетесь именно к тем людям, с которыми нет перспектив. Почему? Вот такие вам нравятся. Но если говорить примитивно и прямолинейно и утрированно, здесь происходит аналогия с, скажем, отцом, знаменитым глухонемым капитаном дальнего плавания, который как бы есть по бумагам. Вот в паспорте написано «Отец Иванов Иван Иванович». А в жизни его нет. Почему? Почему? Они давно еще развелись с матерью. Он со мной не общается. Я ему не нужна. Он никогда не интересовался моей жизнью. И бла-бла-бла. И вот когда ребенок воспитывается в такой парадигме, что вроде бы как бы папа тебя не любит, папе ты не нужна. Папа вроде есть, а на самом деле у него другая семья. Вот там у него родные дети, а ты никто и так далее. То когда такой ребенок вырастает, вот это все дерьмо с собой тащит во взрослую жизнь. Вот откуда это берется. Субтитры сделал DimaTorzok